всем привет с вами снова мэфик в этот раз я нахожусь в рыбацком порту тасси ну такой порт в принципе я здесь уже был правда ничего не взял вот конец сезона конец сезона мадзя конец сезона японской макрели вот ну я в общем-то в надежде поймать какой-нибудь последний трофеечек не трофеечек хотя бы что-нибудь погода такая достаточно солнечная волн практически нету не уверен насчет клёва все очень как-то нестабильно рыба как-то очень странно клюет то есть она может клюнуть и в дождь может клюнуть и в солнце и очень наоборот в дождь перестанет клевать на часах пол шестого утра и я в пути до места по дороге кстати я проезжаю интересный тоннель это самый длинный тоннель на тайване длина его более 12 километров дорога не близкая до самого порта ехать примерно час ну вот я наконец выехал из этого длинного тоннеля впереди открывается вид на город и лам и до океана здесь уже рукой подать побережье встречает нас оранжевым шаром рассветного солнца я экипируюсь оснащаю спиннинги хватаю все пожитки и иду на рыбацкий мол поехали про джиговую проводку я уже рассказывал своих предыдущих видео поэтому я не буду сильно зацикливаться на этом единственное отличие здесь то что я опускаю приманку полностью до дна здесь дно песчаная поэтому опасаться зацепов не стоит в общем-то проводка получается простая дальний заброс ожидание пока приманка упадет на дно глубина там примерно 10-12 метров и потом резкие быстрые подбросы с одновременным выматыванием ну и после 10-15 подбросов и опять жду пока приманка упадет полностью на дно и и и и и и и и и Вообще, конечно, интересно. По наличию рыбы и по ее активности я, в общем и целом, не нахожу каких-то закономерностей. То есть, как я уже говорил, рыба может клевать, когда есть волна, или же наоборот, когда волна она не будет клевать. В основном, конечно, нужно течение. Но вот еще интересный момент, что в этот день на поверхности воды играл малек. Его было видно, там туча этого малька и даже кидая приманку в эту тучу, стараясь проводить ее поверху, хищник не атаковал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау! Интересно. Это сарган. Абленес Хиэнс. Английское название Needlefish. Ну, то есть рыба-игла. Хотя по-русски его называют обычно. Вот такой вот. Сарган лентовидный. Такой пилькер сработал. 80 грамм. С подсадочкой кальмара резинового. Достигает полутораметровой длины. Веса до 5 килограмм. Тайваньцы называют его рыбомотоцикл. Мото-че. Не знаю почему, но считают ее сорной рыбой. И, в общем-то, выкидывают. Хотя, на самом деле, она достаточно вкусная. Жареная, вяленая и даже копченая. Ну, а дальше, собственно, не было особо ничего. Периодически проплывали тучи малька. Видно было, что хищник его бьет. То есть малек выпрыгивал из воды. Но, возможно, его гоняли те же мелкие сарганы. И через 2 часа даже поплавочники собрали свои снасти. И покинули маль. Ну, вот и все. Моя рыбалочка подошла к концу сегодня. Пора уходить. Нет много времени. Ну, что-то такое поймал. Сарганоподобное, не знаю. Возможно, даже несъедобное. Вот. Наверное, мазья уже закончил сезон. Поэтому всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Будет еще интересней.